Здравствуйте! Это программа события. Мы работаем в прямом эфире. О том, чем живет Самара сегодня, вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер. Главная тема выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все, что вы делаете, это интересно, это необходимо. Сегодня просто без этого невозможно жить. Мы продолжаем реализацию программы, которая называется программа устранения цифрового неравенства, предполагая обеспечение высокоскоростного доступа в интернет для жителей небольших населенных пунктов. К концу этого года почти 50% программы по Самарской области будет завершено. В течение месяца Ростелеком приступит к выполнению новой программы, разработанной по поручению президента России Владимира Путина. Интернет появится в больницах для проведения онлайн-операций. Продолжится реализация проекта по созданию системы фото- и видеофиксации в Самаре на Московском шоссе, улицах Новосадовой, Дальней Арены 2018. В этом году фирма должна разместить еще почти 500 таких фото- и видеокамер. Общая стоимость проекта составит 942 миллиона рублей. Еще немного, и интрига будет раскрыта. Сегодня на Мостряковских озерах завершается международный фестиваль Иволга. Скоро назовут имена победителей, которым достоинства гранты. Что сейчас происходит на фестивальной площадке, расскажет наш корреспондент Олег Зверев, который там находится. Ему слово. Сегодня завершающий день работы форума Иволга 2017. Это значит, станут известны имена победителей, которые получат гранты за реализацию своего проекта. Программа завершающего дня на священной Мостряковской поляне посещает полномочный представитель президента России СТОФО Михаил Бабич, губернатор Самарской области Николай Меркурский, глава Самары Олег Фурсов. Они посетили павильон Самары, где ознакомились с экспозицией, а также пообщались с участниками форума. Сегодня на Мостряковской поляне работает также выставка ярбарка из дерева ручной работы. А самым зрелищным шоу станет финальный этап Кубка ПФО по парашютному спорту. Вечером состоится церемония награждения победителей и большой финальный концерт. Парламентский обмен опытом. Делегация Штутгарда посетила Самарскую городскую думу. Основной темой разговора стала организация местного самоуправления в двух городах. Та система, которая внедряется у нас, в Германии работает уже много лет. Тему продолжит наш корреспондент. Изменения в системе местного самоуправления, которые происходят в Самаре, в Штутгарте были введены уже давно. Привлечь наибольшее количество активных жителей к решению городских проблем – это общемировой тренд. В России пока в этом направлении только первые шаги. В полной мере это уже реализуется в Самаре. И опыт немецкого города пригодится. Об этом говорили на парламентской встрече, которая прошла в Самарской городской думе. В Самаре реализуется реформа местного самоуправления. Ее цель сформулировал президент нашей страны Владимир Владимирович Путин. Суть изменений в том, чтобы исполнительная и представительная власть стали ближе к людям. И вопросы населения решались быстро и эффективно. Таковы наши приоритеты. И, безусловно, нам всем будет интересен опыт наших коллег из города Штутгарт. На встрече с делегацией Штутгарта собрались депутаты городской думы районных советов. Сегодня создается эффективная система решения проблем жителей города – местное самоуправление. Благодаря этому в Германии удалось добиться чистоты, благоустройства и порядка в городах и селах. Как вы знаете, у нас на протяжении десятилетий существует подобная форма самоуправления. Вы на правильном пути, и вы придете к тем же результатам, что и мы. Вы находитесь на передовых позициях в решении подобных проблем и несете максимальный груз ответственности за осуществление данной работы. Особая задача – создать ситуацию, когда граждане города как можно больше участвуют в работе. Мы считаем, что обмен между городами является благом, огромным достоянием на пути международного сбежения и достижения общих целей. Вы указали на множество проблем, которые приходится решать городской думе в Самаре. Но тем не менее я вижу, что такой же круг проблем решаем и мы в муниципалитете в Штутгарте. Мы, как городской совет, во взаимодействии с мэрией Штутгарта занимаемся улучшением благосостояния жителей нашего города. По словам представителей Штутгарта, мощным стимулом для развития Самары станет проведение мирового футбольного первенства. В 2006 году чемпионат проходил в Германии. Одним из стадионов стала «Мерседес-бенц-арена» в Штутгарте. И сегодня гости высоко оценили самарский проект и выразили намерение посетить игры в 2018 году. Виктория Шар и Олег Зверев, Дмитрий Мешканцов. События. Самара и Штутгарт теперь связана еще и музыкой. Звезда европейских мюзиклов Кевин Тарт впервые приехал сюда на гастроли. На репетиции филармонии побывала и наша съемочная группа. У себя на родине в Германии Кевин Тарт – «Большая звезда». Один из самых именитых европейских артистов мюзиклов. За свою 30-летнюю карьеру Кевин сыграл во всех самых культовых мировых постановках. Кабаре, кошки, красавица и чудовище, три мушкетера и суини тот. Но особую известность ему принесла роль графа фон Кролока в мюзикле «Танец вампиров» по фильму Романа Полански. Кевин Тарт обладает широким певческим диапазоном. От лирического тинора до баритона. В Самаре артист впервые. Вот уже 20 лет живет в Штутгарте, выступает на мировых сценах. С удовольствием приехал в город по братим. 25-летие дружеских отношений с Самарой и Штутгарта Кевин Тарт отметил на сцене Самарской филармонии. Я очень рад сегодня выступать в Самаре для русской публики. Действительно, для этого есть особый повод. Штутгарт для меня один из любимых городов мира. Он находится в центре Европы, в нем я живу вот уже 20 лет. И очень знаково, что дружбе наших любимых городов 25. Получается, что у нас здесь такой двойной юбилей. Для такого знакового концерта был приглашен известный дирижер из Санкт-Петербурга Андрей Медведев. Юлия Черняева, Станислав Левин. События. Наш генерал. 23 июня. День рождения выдающегося авиаконструктора, академика и почетного гражданина Самары Николая Кузнецова. По традиции, друзья и коллеги сегодня вспоминают человека-легенду. Своими историями они поделились с Юлией Черняевой. В сквере авиаторов сегодня многолюднее, чем обычно. Люди держат в руках красные гвоздики, общаются и вспоминают того, чей бронзовый профиль величественно смотрит в небо. Академик, конструктор, дважды герой труда Николай Кузнецов. Человек-легенда даже мирового значения. То, что создано под руководством его на СНТК, те машины, которые создавались в 50-е, 60-е, 70-е, 80-е годы, 90-е годы, они сейчас аналогов в мире практически не существуют. Вся та безопасность, которую осуществляют наши стратегические машины, 160-е, 95-е, 22-е, это вот заслуга Николай Кузнецова и коллектив, который он возглавлял. Под руководством Кузнецова было создано 57 оригинальных и модифицированных газотурбинных двигателей для военной и гражданской авиации. Его имя знакомо каждому самарцу. Начиная от жителей поселка Управленческий, где конструктор жил на улице Симферопольской, и заканчивая студентами авиационных специальностей Самарского университета. Он возглавлял кафедру конструкции и проектирования двигателей, летательных аппаратов, института двигателей. И до сих пор в институте работают профессора и доценты, которые помнят Николая Дмитриевича Кузнецова, которые работали вместе с ним. И их рассказы о Николая Дмитриевича Кузнецова чрезвычайно интересны для студентов. Всегда собирают большую аудиторию, и студенты стараются повторять действия Николая Дмитриевича Кузнецова, стараются быть достойными и похожими на него. Молодым специалистам остается только догадываться, каково это было – работать легендарным руководителем. Но память о нем бережно хранится в коллективе и в наши дни. Та работа, которую проводил Николай Дмитриевич Кузнецов с молодыми специалистами в свое время, она сейчас активно тоже ведется. В рамках кадровой политики нашего предприятия существует молодежная программа, где оказывается содействие любым начинаниям молодых специалистов, оказывается материальная поддержка начинаниям. В 1963 году Кузнецову было присвоено генеральское звание. Он любил военную форму за ее строгость и носил ее. А заводчане, обожая своего генерального, с теплотой называли его «наш генерал». Юлия Черняева, Станислав Левин. События. Далее коротко о других событиях дня. В Самаре экстренно сел самолет «Тюмень-Сочи» из-за гипертонического криза у пассажирки. Это случилось в 4 утра. Женщину проводили в медпункт аэропорта Курумыч, а затем на скорой доставили в больницу в поселке Управленческий. Ее госпитализировали. Лжей фермер, укравший 10 миллионов рублей, отправлен на 2 года в колонию. Житель Самарской области, получивший грант на развитие животноводческой фермы, потратил деньги на собственные нужды. При этом предоставил в региональный Минсельхоз подложные документы. Суд признал мужчину мошенником и отправил в колонию общего режима. Штурмовик Ил-2 скоро вернется на место. Его убрали из-за реконструкции Московского шоссе. Сейчас работы по строительству тоннеля идут по графику. Скоро начнется внутренняя отделка, а также установка насосов для откачивания воды. Это значит, что легендарный штурмовик вернется на свой постамент уже к концу года. С 1 июля отменят две электрички, соединяющие Мирный, Самару и Новокуйбышевск, сообщает пресс-служба перевозчика. Отменяются пригородные поезда, которые отправлялись в полдень со станции Мирная и в 17.40 от Новокуйбышевска. Дополнительную информацию можно получить в пригородных билетных кассах. На выходных в Самаре вновь зарядят дожди. Столбик термометра в субботу не поднимется выше 18 градусов, говорят синоптики. Воскресенье потеплеет до 22. При этом июньские осадки стали рекордными за всю историю метеонаблюдений. А 12 июня в Самаре был перекрыт абсолютный максимум суточной нормы осадков. Он превысил рекордный показатель 1978 года и составил 16,3 мм. Веткоруб и пенькогрыз. Такие шутливые названия придумали специалисты МП благоустройства для новых установок. Одна перерабатывает в опилке срубленные аварийные деревья, а другая выкорчевывает пеньки, позволяя на этом же месте высадить новое дерево. За работой чудо-машин наблюдала Мариана Мирная. Пни рубят, щепки летят. Новый фрейзер, приобретенный специально для городского хозяйства, за 15 минут справляется с пеньком любого диаметра. Раньше за день вручную рабочие могли выкорчевать не больше 8 штук. Теперь производительность труда выросла вдвое. У нас в городе появился курчеватель пней, который спиливает пни любого диаметра, после чего на это место можно посадить новое дерево. Фрейзер оставляет лунку глубиной 70 см, и через какое-то время на этих же местах можно высадить новые, неаварийные деревья. С ветхими растениями разговор короткий. Срубленные деревья специальная установка перерабатывает в опилке. Быстро и экологично. Занимает объемы намного меньше для транспортировки и подобных вещей. Вполне коммуникабельная, компактная установка, то есть мобильная. В любой точке города возможно применять ее, так как она постоянно в движении находится. И технические характеристики очень хорошие. Техника очень замечательная просто. Удовольствие работать. В измельченном виде в один КамАЗ помещается в 5 раз больше опилок. Если вывозить ветками, пришлось бы делать несколько рейсов. Экономия налицо. 15 тонн дерева за одну поездку. Приводят в порядок в Самаре и газоны. Каждый день работает до 120 человек. Косят и собирают траву. Мы основные улицы уже прошли некоторые по два раза. В связи с тем, что у нас обильно идут осадки и солнышко, то трава очень хорошо растет. Косим, косим и еще раз косим. Служба благоустройства уже вовсю работает в летнем режиме. В их распоряжении 85 триммеров. 40 из них новые, закупленные в этом году. Плюс 3 газонокосилки. Через несколько дней техники станет еще больше. В арсенале появилась еще одна партия триммеров, которые работают не только с леской, но и с диском, что позволит быстрее скашивать крупную траву. Марьяна Мирная, Василий Колдашов. События. Это далеко не вся картина дня. И вот о каких событиях наши журналисты готовы рассказать в следующих выпусках. Срезали старый асфальт, расширили дорогу. Журналистам показали, как идет реконструкция Волжского шоссе. Прикрыли нелегальный бизнес. Две незаконные автостоянки сегодня ликвидировали в Октябрьском районе Самары. Хоккейная школа появится в Самаре, о чем еще просили горожане губернатора. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 13 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»